Дорогие участники телеконкурса школьников, знатоков православной культуры! Я молитвенно желаю вам благословенных успехов перед началом этой встречи. Знайте, что эта встреча желаемая всеми нами, и всеми милости Господь благословит ваши труды! Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире полуфинал республиканского конкурса знатоков православной культуры «Зерно истины». Сейчас на ваших экранах появилась турнирная таблица, из которой явно видно, что в нашем телеклубе появились две команды, два лидера, которые выиграли у вас, телезрителей, с одинаковым счетом 6-1. Команда Белогорска проиграла со счетом 3-4, и команда Симферополя и медико-биологического лицея Крымского выиграли у телезрителей со счетом 4-3. Сегодня мы познакомимся с одной из самых юных команд нашего телеклуба, но не менее опытных, чем предыдущие. Это команда «Пилигрим». Все ребята учатся в Черноморском районе. Встречаем. Александр Морозов. Десятиклассник Черноморской школы-лицея. Играет в футбольной команде. Михаил Бабков. Шестиклассник Медведевской средней школы. Увлекается спортом, военной историей. Изучает историю казачества. Иван Шмытов. Семиклассник Черноморской школы-лицея номер один. Изучает французский. Занимается музыкой. Его любимые авторы «Лудхаус» и «Честертон». Глеб Деревянко. Учится в 4-м классе 2-й Черноморской школы. Много читает, любит смотреть исторические фильмы. А еще он играет на фортепиано и блокфлейте. Роман Резников. Пятиклассник Оленевской средней школы. Он увлечен спортом, легкой атлетикой и любит читать историческую литературу. Юлия Юнчик. Самая старшая в этой команде. Она 11-классница в Далековской средней общеобразовательной школе. Друзья говорят, что она вдумчиво подходит ко всем вопросам. А еще очень любит учиться и познавать новое. Ну а сейчас мы встречаем Никиту Скворцова, капитана команды. Учащийся 10-го класса Черноморской средней школы номер 2. Любит точные науки, историю, увлекается естествознанием и музыкой. Играет на фортепиано. Вот такая эрудированная музыкально-спортивная, я бы сказал, команда будет отвечать сегодня на ваши, дорогие телезрители, вопросы. Как всегда, напоминаю, что время обсуждения 1 минута. Также в составе категории у нас есть 3 вопроса из ларца. Один за всех и все за одного. Ну и, конечно, любимые всеми нами загадочные ларцы. Счет 0-0. И первый вопрос при помощи компьютерной программы случайных чисел выбирает Александр Морозов. Вопрос номер 36. Сборная команды знатоков православной культуры из города Феодосии задает вам этот свой небольшой вопрос. Что означает слова евангелиста Луки, которые мы можем найти в 22 главе 7 стихе? «Приидет же день опресников, вонже подобаши жрети пасху». Кстати, как бы вы перевели на русский язык? «Приидет же день опресников, вонже подобаши жрети пасху». «Приидет день опресников и нужно будет есть пасху, употреблять в пищу». Итак, через одну минуту скажите, пожалуйста, а какую же пасху употребляли ветхозаветные евреи? Что для этого нужно было им сделать? Точнее, скажем так, это я вам даю уже подсказку. То есть для того, чтобы вкусить пасху, они должны были сделать нечто. Что? Минуты на размышления. «Пойдите, там увидите мужчину и там сделаете пасху. Что там они делали?» «Они...» «Ну, давайте вспомним, что они делали перед этим. Они пошли в город, нашли мужчину». «И взяли». «С ковшом вроде». «Он... Они сказали, где нам сделать пасху. Там же еще обычаи старые были. Значит, все по этим обучениям. Что там было конкретно?» «Ну, кто помнит, что?» «Версии давайте помним». «Изюм». «По ветхозаветному, не современно. Давай, давай. Так. «Не...» «Кровью мазают?» «Думаешь?» «Нет, давайте еще. Ее делали из лепешки. Как ни печально, но время для обсуждения завершено. Никита Скворцов, будет ли у вас ответ на этот вопрос?» «Буду отвечать и я, и капитан команды. Не могли бы вы повторить еще раз вопрос?» «Итак, преди же День опресноков, вон же подобавшие жрете Пасху. А что должны были сделать ветхозаветные израильтяне, чтобы именно есть Пасху?» «Наша команда считает, что они должны были помазать двери кровью». «И потом?» «А, и потом в домах и заколать Агнца». «Заколать Агнца, Пасхальма Агнца». «Да». «Ну что же, я думаю, что на этом как раз нужно остановиться, потому что сейчас вы в последнюю секунду, как и подобает истинному капитану, дали правильный ответ для своей команды. Счет 1-0, поэтому становится, и мы выбираем второй вопрос при помощи Михаила Бабкова. Вопрос номер 5. «Итак, Михаил, я перед тем, как прочитать вопрос, предвижу вопросы телезрителя. Что это за у вас награда такая с георгиевской ленточкой?» «Это моя награда за пребывание в казачьем лагере». На литургии прежде священных даров, после закрытия царских врат, закрывается не вся церковная завеса, ну, по-иному она еще именуется катапитасма, а только половина ее. Внимание, вопрос. Что же означает это? То есть закрытие катапитасмы церковной завесы только наполовину. Почему? Что это обозначает? Перед Пасхой же... Может быть, открывается тайна Божья, ну, типа, открытие царских врат, что там находится, и это символизирует открытие для человека даров Божьих, или что-то еще. Еще мысли какие-то есть? Ну, Пасха, она... Это когда? Вот в субботу или в пятницу? Это на освящении даров. В субботу. Ну, еще какие-то версии есть? Я вот подумаю, что это открытие... Вот если в субботу, то, может быть, Господь уже начинает скрешаться, ну, приближение к празднику. Ну, открытие царских врат, это открытие царствия Божьей для всех людей. А, там же ставится еще арт, символизирует... Итак, время истекло. Капитан команды, Никита Скворцов, кто ответит на этот вопрос? На этот вопрос буду отвечать я, капитан команды. Не могли бы вы повторить вопрос? На литургии прежде священных даров, после закрытия царских врат, закрывается не вся церковная завеса, катапитасма, а только ее половина. То есть, закрывается она наполовину, а не полностью, как обычно. Почему? Что это означает? Никита, кто будет отвечать или у вас нет версии? Буду отвечать я, капитан команды. Наши команды считают, что это открытие таинства, открытие царствия Божьей для всех людей. Вот это обозначает. Вот в самом названии литургия прежде освященных даров. То есть, на этой литургии святые дары не освящаются, да? То есть, они заготавливаются заранее. То есть, литургия совершается, проходит, но она не полная, потому что не освящаются там святые дары. Вот именно поэтому, потому что литургия прежде освященных даров не полная литургия, ну, можно так сказать, да, что там не освящаются святые дары, поэтому и катапитасма закрывается только наполовину в напоминании об этом. 1-1, ничья, и для вас поет старшая вокальная группа ансамбля Центра детско-юношеского творчества из поселка Новофедоровка. Посидела в этот миг земля, и раздался горький женский крик. К нам непрошенной пришла война, И застыло время в этот миг. И стонала раненая земля, А мальчишки в бой бежали, Беспощадною была тогда война, И они от ран в окопах умирали. И пусть пройдут года, пройдут века, Но в этот день мы сожигаем свечи, Чтоб помянуть погибших имена. Пусть память будет светлой, будет вечной, И пусть пройдут года, пройдут века, Но в этот день помолимся за них. Мы будем помнить ваших именах, Они для нас живее всех живых. Раскололась пополам земля, Серый пепел в воздухе кружил, К нам непрошенной пришла война, В этот день от горя мир застыл. И от боли плакала земля кровавыми слезами, Будь ты проклята, разлучница война, И горди земля своими сыновьями. И пусть пройдут года, пройдут века, Но в этот день мы сожигаем свечи, Чтоб помянуть погибших имена. Пусть память будет светлой, будет вечной, И пусть пройдут года, пройдут века, Но в этот день помолимся за них. Мы будем помнить ваших именах, Они для нас живее всех живых. Мы будем помнить, Они для нас живее всех живых. И пусть пройдут года, Но в этот день мы сожигаем свечи, Чтоб помянуть погибших имена. Пусть память будет светлой, будет вечной, И пусть пройдут года, пройдут года, Но в этот день помолимся за них. Мы будем помнить ваши имена, Они для нас живее всех живых. Они для нас живее всех живых. Они для нас живых. Вопрос номер 23. Это вопрос на заданную тему. Сейчас для вас покажут нечто ваши коллеги, знатоки православной культуры из медико-биологического лицея. Город Симферополь. Внимание на сценическую площадку. На поступление в медицинский университет осталось одно бюджетное место. За него борются два абитуриента. Оба были приглашены на частное собеседование. Входите. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Я победитель городских, региональных и международных конкурсов. В школе я была отличницей. У меня был самый проходной бал на экзаменах. Так что я думаю, вы не пожалеете, если возьмете именно меня. Большое спасибо. До свидания. Следующий. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Мария. Расскажите о себе, Мария. Я закончила обычную государственную школу. Я хочу поступить в ваш университет, потому что хочу стать врачом и помогать людям. Но пускай все будет, как решите вы. Спасибо большое за уделенное время. До свидания. Спасибо вам и сообщила Мария Зубина. Ну что, коллеги, каким будет ваше мнение? Считаю, что стоит брать Александру. Тут и сомнений быть не может. Какие знания, какие достижения? Она просто находка для университета. Не знаю. Мне кажется, с таким студентом будет очень трудно работать. Ведь такой студент требует себе большого внимания. Поэтому, мне кажется, надо останавливаться на Марии. Вы только посмотрите на это стремление. Да она же будет учиться с особым рвением. Скажу по секрету, отец Александры влиятельный депутат. Не знаю. Я все-таки останусь при своем мнении. Ну что, коллега, вы нашу точку зрения услышали. Выбор остается за вами. Войдите. В ходе совещания наша комиссия решила дать бюджетное место второй абитуриентке. Мария, наше поздравление. Что? Вы выбрали ее? Место у меня? Да она же никто. А на моем счету сотни грамот и наград. Да она же элементарно, они знают. Ты знаешь формулу метана? Да ничего ты не знаешь. Вы знаете, кто мой папа? Он сделает так, что вы здесь работать не будете. А ты учиться здесь не будешь. Спасибо вам огромное. Вы даже не представляете, какой подарок вы сделали мне и моей семье. Моя семья, она бы не смогла оплатить весь курс обучения в вашем университете. А бюджетное место открыло мне дорогу к мечте. Спасибо вам большое. До свидания. Уважаемые знатоки, что бы это значило? Минута на размышления. Помните про демограды? Их в разное время взяли на работу. Одни проработали дольше, другие меньше. И всем одинаково заплатили. Но это мне с самого начала так показалось. Еще какие-то варианты есть? Может быть это не притча, а что-то еще? Может быть о брудном сыне. Но сначала оказалось, но это же тихо. Еще версии есть? Глеб у тебя есть? О талантах, может быть. Что одного было больше, но он их закопал. Нет, нет, нет. Нет, там про... Хотя может быть версия хорошая. Санек, у тебя есть еще какие-то версии? Про притчи? Про тебя. Про таланты, да, подход. Тут все-таки у меня все получится. Итак, очень интересную историю показали вам коллеги, которые, видимо, готовятся уже к поступлению в высшее учебное заведение. Капитан команды Никита Скворцов, будет ли версией у вас? Нашей команде озвучит ответ Глеб Деревянко. Наша команда считает, что это притча о талантах, поскольку у одного их было больше, но он их закопал, а у другого было меньше, но он их потратил. Ну, что же, давайте попросим ребят из медико-биологического лицея сказать, что они показывали вам. Евангелие от Луки, глава 18, стих 9. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей став, молился сам себе так. Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Почувствую раз в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, путь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Ну что же, Глеб, выбирайте четвертый вопрос, потому что телезрители заработали еще один балл, и теперь он становится 2-1, увы, пока не в вашу пользу. Вопрос номер 30. Три вопроса из ларца. Эти два двенадесятых праздника разделяет 9 дней, то есть второй празднуется в десятый день после первого. Первоначально в изображении икон их сюжеты совмещались, и до пятого века они отмечались в один день, так как второй праздник является продолжением первого. Назовите эти два праздника через 20 секунд. Второй, продолжение первого. Это переходящие праздники. Ну я сам начал подумать о вербном воскресенье и Пасха, но там 7 дней, да, на неделю. А еще какие праздники? Двунаддесятых. Ну если ты вхождение в храм Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы. Что же это за два праздника, которые еще не были в этом году, будут достаточно скоро, очевидно, и один является продолжением второго. Никита Скворцов, капитан команды, кто попробует ответить на этот вопрос? Отвечу я, капитан команды. Наша команда считает, что это Вознесение и Троица. Второй вопрос. Какой великий, не двунадесятый праздник на Руси называли в народе свадебником? Свадебник. Не двунадесятый. Может Петрофим? Да, подходит. Да, вот версия. Еще какие версии? А, точно, больше. А почему он же великий, что ли? Ну это в России он не двунадесятый, ну а еще свадебник. Итак, какой великий, не двунадесятый праздник на Руси называли свадебником? В нашей команде буду отвечать, я капитан команды. Наша команда считает, что это праздник Петра и Феврония. А почему такое название, свадебник? Ну, Петр и Феврония были женаты, и потом, когда они пошли в монастырь, они умерли в один день. Ну да, ну а свадьба-то тут при чем? Ну, просто они как символ любви. Ну, как символ свадьбы. В России, да. Истинной любви. И вот что люди делают, когда вот хотят вспомнить о истинной любви? Что тут со свадьбой, как бы тут как-то, не догадываетесь, что происходит? Ну, где они, если назвали свадебник, а не просто семейник там или что-то там. Свадьба проходит. Проходит свадьба, да. Всегда получается так, что 8 июля – это день памяти Петра и Февронии, и этот день всегда приходится на пост, поэтому свадьба там, конечно, неуместна, если мы говорим о празднике 8 июля. Ну, а на Руси таким праздником, после которого играли свадьбы, был праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Вы немножко об этом забыли, и поэтому счет становится 3-1 в пользу телезрителей. Пятый вопрос выберет Роман Резников. Вопрос номер 33. Внимание, встречаем выносной вопрос. Сборная команда знатоков Сакского облагочения прислала к вам эту иллюстрацию. Кстати, помните, что такое мозаика? Кто-то знает из вашей команды? Это когда камушки из-за стекла собирают и делают из-за этого картины, иконы. Да, из камня, смальты, керамических плиток и так далее. Итак, внимание, сейчас перед вами мозаика, вернее, ее репродукция, на которой изображены два, подчеркиваю, библейских сюжета. Через одну минуту вы должны будете сказать, что там изображено. Это когда Мой посадил у него прами. Опьянел. Опьянел и лег. А хам пришел и рассыпался над ним. Да, вот выжил как раз весь виноград. Оно отстояло с того. Алкоголь выпил. А, вот, накрывает как раз его. Это хам, а это семья Фет. Да, вот, подходит под ответ. Молодец, ты будешь отвечать. Версия. Надеюсь, правильно. В нашей команде, у нашей команды есть ответ. Да, но вы, к сожалению, уже недосрочны. Вы, конечно, можете ответить раньше сигнала, но, как вы догадываетесь, это будет абсолютно бесплатно. Итак, вы люди бескорыстные, я знаю. Будем отвечать? В нашей команде будет отвечать Шмытов Иван. Наша команда считает, что на этой репродукции изображены два библейских сюжета. Первый, когда Ной сажает виноград и отжимает его. Он, сок винограда, он настоялся, он его выпил и опьянел. Второй сюжет, это когда хам надсмехается над отцом Нагим, а Сим и Афет его прикрывают. И отсюда, от имени этого непочтительного к родителям человека произошло слово... Хамство. Произошло слово хамство. Совершенно верно. Да не будет с нами этого никогда, а счет становится 3-2. Пока еще в пользу телезрителей. Вот удастся ли вам сравнять счет, узнаем мы очень скоро, как только Юлия Юнчик выберет вопрос для своей команды. Вопрос номер 3. Алексей Головков из города Евпатории, совсем рядом с вами, задает свой вопрос о монастырях. Первые монастыри на Руси были преимущественно построены князьями и другими частными лицами. Князья основывали обители на помин своей души, обстраивали их храмами, делали богатые вклады, а с начала XII века наделяли и землями. Однако считали эти монастыри своей собственностью и пытались распоряжаться в них по своему усмотрению. Назовите первую обитель на Руси, которая возникла не благодаря решению властей или какой-то еще, как бы мы сейчас сказали, спонсорской помощи, а вокруг подвижников, способных и других научить монашеской жизни. А еще какие можно назвать монастыри, чтобы побольше было в ВВРС? Которая первая? Ну, а Киево-Печаревская лавра не подходит? Ну да, там у нас строилось много на финансирование. Ну, все только... Все, тем не менее, что Киевская лавра была в XIII веке. А Сергия Радонежская лавра была? Нет, еще какие, до этого еще какие были? До этого еще какие были? Самое первое, кстати, монастырь на Руси какой? Это монастырь. Самое первое монастырь. Если не будет версии, то Ваняка ответится. Никита Скворцов. Кто-то ответит на этот вопрос. В нашей команде будут отвечать Шмотов и Лан. Наша команда считает, что первым монастырем, построенным без какого-то финансирования со стороны князей, это был монастырь Сергия Радонежская лавра, как сейчас он называется. Сергий Радонежский ушел в лес, тогда еще там лес был, чтобы было уединенное место, где можно было бы молиться. То есть вы говорите о троице Сергиевой лавре, правильно я понимаю? А ведь там в вопросе была подсказка. Назовите первую обитель на Руси, собственно говоря, можно было этим и ограничиться. И вопрос получился бы очень короткий. Потому что первой обителью на Руси, откуда пошло монашество, и после которой была основана и известная нам троица Сергиевая лавра, первая обитель была Киево-Печерский монастырь, ныне Киево-Печерская лавра. К сожалению, вы не услышали подсказки в этом вопросе, да не только в вопросе. И телезрители заработали еще один балл. Счет становится 4-2. Музыкальная перемена, чтобы вы немножко собрались с мыслями. Музыка 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 Эх, вон и горько, мне бы домой вернуться, Но русские так просто не сдаются. Ну что же, я напоминаю счет 4-2, пока в пользу зрителей. И последний, седьмой вопрос для своей команды, выбирает капитан Никита Спарцов. Вопрос номер 29. Вам попалась номинация «Космонавтика и православие». Кто-то из вас имеет представление, какие тренировки перед космическим полетом осуществляют космонавты? Они занимаются спортом. В центре фуге и тому прочее. Да. Тренировки. Ясно. Я думаю, что знание предполетного периода космонавтов поможет вам ответить на следующий вопрос. Преподаватель Центра подготовки космонавтов России, полковник Валентин Петров, кстати, друг первого космонавта Земли Юрия Гагарина, в своем недавнем интервью рассказал, что теперь стало обязательным ходатайство у самих космонавтов, чтобы перед стартом православный батюшка окропил их святой водой. Причем не только наших космонавтов, но и зарубежных, они сами об этом просят. А еще наши космонавты перед этим ездят в Подмосковье. Через одну минуту скажите, пожалуйста, что они там делают? Время. Там подворье какой-то лавы, троих семейных. Какие еще есть? Ну, это понятно. С тренировками? Да, мне кажется. Ну, давай пока обоснуем свою версию. Подворье, точно помню. Ну, версии уже есть, еще какие? Да, в этом подворье еще Пушкин ездил. Да, понятно, это не надо. А вот еще, что в Подмосковье есть? Православные храмы или что-то еще? Какие еще есть, там, связанные с космосом, православием? Что? То есть православием, вот я сказала. Ну, мы слышали еще какие версии есть. Нет уже версий. Давай в более приоритетную версию. Троицы Сергиевы, дальше Подворье. Подворье, что-то еще есть. О него я скажу. Капитан команды Никита Скворцов, я прошу приостановить обсуждение, вернее остановить его полностью, потому что время вышло. Будет ли у вас ответ на этот вопрос? Будет. Не могли бы вы повторить вопрос? Перед полетом православный священник окропляет космонавта с святой водой. А еще космонавты перед этим ездят в Подмосковье. Куда и зачем? То есть, что они там делают? Наша команда считает, что они едут в Троице Сергиеву и Лавру, чтобы там помолиться, причаститься. Перед вылетом в космос, в конце концов, летят. Да, вот в конце концов, действительно летят в космос. Это не просто так, да? Даже на самолет, когда мы садимся, и то мы стараемся подготовиться духовно. Так все-таки, что они в Лавре хотят? Исповедоваться, причаститься, а те, кто, скорее всего, не крещённые, покреститься. Итак, внимание, правильный ответ. По свидетельству полковника Валентина Петрова, перед полетом космонавты едут в Подмосковье. Троица Сергиеву и Лавру для того, чтобы приступить к таинству святого причастия. Ну и, конечно, предварительно, к таинству исповеди. Вы дали правильный ответ, и я поздравляю вас с этим. А счёт становится 4-3. Но, увы, пользователи зрителей. Но, тем не менее, три правильных ответа вы смогли найти. Артём Александрович Князьчук скажет нам, кто из вашей команды был лучшим знатоком сегодня. Уважаемые знатоки, благодарим вас за игру. Хотели бы подарить вам эту замечательную книгу «Русь святая. Очерк об истории православия в России» за умение принимать самостоятельные решения, нести ответственность за результат и за грамотное руководство Никиту Сворцова. Ну что же, дорогие телезрители, мы расстаёмся ненадолго, ровно на одну неделю. Сейчас на экране перед вами адрес, по которому мы ждём ваших писем. Российская Федерация, город Симфероболь, почтовый индекс 295-011. Также прислать свои вопросы для знатоков вы можете, если зайдёте на официальный сайт нашего телепроекта, наш адрес в интернете www.znotaki.artox.ru. Ангелохранителя всем вам. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!